приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня понедельник 12 сентября начало новой трудовой недели с чем я вас и поздравляю не знаю как у вас у меня лично за окном светит солнышко это такой приятный красивый день обещает быть да даже если и не будет солнышко все равно дни всегда прекрасно и и вообще жизнь прекрасна я вам желаю таких вот ярких солнечных хороших ясных дней пусть их будет как можно больше вашей жизни но сейчас перейдем к очередному обзору на предстоящую неделю и на сегодняшний день значит на экране у нас пара евро доллар это пятнашки но давайте вот так вот для начала скажу что на неделя на неделях вот желтенькие линии показывают что мы развернулись вверх тренд восходящий у нас и так чтобы увеличить чтобы вам лучше было видно значит вполне возможно что сегодня ну мы можем откатить еще сюда от недельной линии ну то есть откатите отсюда идти дальше вверх продолжать движение я ожидаю что мы можем прийти значит первый такой уровень первая цель это один сто тридцать шесть восемьдесят шесть ну и следующая цель вполне возможно что где то вот между вот этим 1 136 и 1 147 вполне возможно что мы можем и сюда дайте 1 147 41 я вот такие ожидания на этой неделе по паре евро доллар то есть тренд восходящий но что касается сегодняшнего дня то есть видите уже что мы пошли вверх вообще-то тренд нисходящий на сегодняшний день нам показывает вполне возможно что вот мы прямо отсюда и пойдем вниз потому что тренд нисходящий это значит что какой здесь у нас уровень час я посмотри скажу 125 99 ну 126 вот отсюда я бы поставила вниз то есть на понижение и мы можем сейчас скажу как какая следующая цель у нас но отсюда мы можем еще раз прийти тесты тестировать вот уровень 121 60 где-то 121 35 вот это линии месяца потому что на месяцах у нас пока тренд восходящий недельный у нас тренд тоже восходящий но на днях мне сегодня показывает вниз хотя я могу ошибаться видите как волатильность то есть в течение дня мы можем идти вверх и вниз ну как бы общее направление если вы посмотрите вот уже идет начиная с пятницы а из четверга там пятница и вот сегодня понедельник тоже как бы тренд еще нисходящий именно дневной вот что это это такие ожидания по евро доллару но если посмотреть какая следующая цель ну вот она да и на и совпадает мы можем прийти сюда вот даже если пробьем и закрепимся даже ниже месячной линии можем сюда прийти тестировать 100 где франк доллар франк значит какие у нас ожидания разворачивается доллар франк именно на неделях вот если здесь вам может быть плохо видно вот здесь у меня желтенькие линии они пересеклись то есть я даже не исключаю что мы сегодня развернемся уже пойдем дальше на неделях вверх хотя можем кинуть свечку сюда еще вниз сможем где-то сейчас возможно видите в том что мы сейчас тестируем линию месяца это 90 097 двести тридцать семь но я ожидаю что мы можем даже и сюда где-то 0 и 968 70 возможно даже и сюда еще 0 966 65 вот такие две цели как бы два таких уровня которые возможно мы сначала протестируем прежде чем развернемся вверх хотя на днях показывать на сегодняшний день что тренд у нас нисходящий то есть на сегодня вот пересечение таких вот светленьких серенький беленьких линий вот они показывают что мы пойдем вниз то что мы и сделали то есть дневной тренд нисходящий но возможно вот отсюда откат еще раз там тестировать и пойти дальше как я говорила протестировать те цели о которых я говорила потому что вот вот сюда мы можем прийти опять-таки 0 970 80 потому что здесь такое скопление уровне ну поддержки а дальше видно будет так что друзья нисходящий тренд дневной восходящий недельный я думаю что мы вот где-то а возможно даже отсюда от линии месяца возможно мы уже развернемся и пойдем дальше вверх как я уже и говорила пойдем дальше вверх мы на неделях мы можем вот так вот сюда сюда протестировать и пойти дальше на эту неделю где-то 0 984 17 0 900 так что у нас тут 0 986 где-то ну это приблизительно такой диапазон я прогнозирую но все возможно можем то есть даже и выше еще вот такие ожидания по паре доллар-франк следующий у нас фунт доллар фунт доллар давайте так что мы скажем по фунту доллару на неделях неделях тренд низ нисходящий да на днях наоборот восходящий то есть сегодня вполне возможно от линии месяца потому что на месяцах мы все-таки тренд еще у нас восходящий это недельный тренд здесь вот сейчас я уменьшу недельный тренд видно хорошо что еще в пятницу недельный тренд у нас сменился на нисходящий то есть сегодня и все это неделю я думаю что у нас продолжится нисходящий тренд но возможно мы сейчас пока откатим вот разворотная линия дня или даже выше на 329 69 329 70 возможен сюда и дальше оттуда вниз на цель 1 324 где-то а дальше даже возможно еще и ниже 1 324 да вот 1 324 все здесь довольно таки такой сильный уровень и все зависит как увидите мы его уже один раз протестировали сейчас опять и идем к нему и дальнейшее следующая наша цель идет вот линия месяца то есть если мы пробьемся закрепимся то есть пробьем откатим к нему и закрепимся ниже будем продолжать движение на 1 320 на уровень 1 320 ну и так дальше потому что недельный тренд вниз и даже до конца неделя может быть и раньше мы придем на 1 314 и возможно даже ниже вот такие ожидания у нас по фунту доллару сегодня кстати на по поводу сегодня хочу сказать что возможно вот мы еще пойдем сюда вниз протестируем либо даже возможно ниже и вы видите здесь у нас показывает пересечение линий то есть где-то во второй половине дня либо даже ближе к концу дня тренды на сегодня развернется то есть будет пока вот показывает что у нас тренд нисходящий но идет пересечение то есть развернется отсюда вверх на днях именно на днях то есть мы можем даже вот дойти сюда и развернуться и пойти опять вверх вот такие ожидания по паре фунт-доллар ну и последняя пара у нас доллар гена видите как мы красивая вот очень сильный уровень сопротивление уже был ну на данный момент на сегодня хотя сегодня тренд на днях он нисходящий показывать на на неделях тоже нисходящий тренд вот поэтому смотрите что у нас неделя возможно будем дальше двигаться вниз и куда ну опять таки мы будем тестировать уровень 101 585 и возможно пойдем дальше вниз вот сюда но не сегодня возможно в концу недели может быть чуть и раньше там спустя два дня в среду где-то на 96 295 и даже возможно ниже видите сколько может стираем вот этот уровень уровень 101 530 где-то вот здесь и все возможно пробьемся откатим сюда и закрепимся значит дорога вниз но на месяцах нам уже показывает что мы разворачиваемся вверх то есть месячный тренд получается у нас восходящий то есть если месячный тренд восходящий где-то мы возможно опять придем вот сюда тестировать вот этот уровень 101 530 на неделях но возможно чуть чуть ниже и будем продолжать движение вниз все зависит от этого уровня поэтому отметьте его у себя 101 585 проведите даже такой линии и смотрите что будем делать потому что видите мы никак не закрепимся не выше не ниже ведь и туда-сюда туда-сюда мы его все тестируем а нужно чтобы мы закрепились то есть конкретный пробой откат сюда и если дальше не не пройдем значит дорога все-таки вниз а либо должен быть такой пробой сюда вверх откат только вот как сейчас но такой пробой откат до до вот этой линии то есть возможно на неделях мы можем только вот его тестировать этот уровень и развернуться дальше вверх но а дневной как я уже еще раз на днях мама нам показывать что вот мы сегодня развернулись тренд в нисходящий ну что мы и сделали практически от от этого уровня 101 650 и здесь же находится линия недельная мы пошли вниз сейчас вот я вполне предполагаю вот на этот момент что мы откатим назад к этой линии либо можем даже до разворотной линии дня это где-то 102 500 вот мы сюда можем откатить и продолжить даже дальше движение вниз сегодня вот такие ожидания у нас по паре доллар иена ну что ж я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки день делитесь с друзьями и вообще хорошего вам хорошей такой рабочей недели большого профита радости уверенности в себе ясных солнечных дней и большого большого счастья вам с вами была анастасия час и пока пока до следующего